Друзья, вы на канале Карива Жизнь на Кипре. И сегодня мы приехали в турецкую частную школу ДОО. Хотим провести вам небольшую экскурсию. Эта школа находится в районе Азанкой, недалеко от города Гирны. Пойдемте погуляем, покажем вам все и расскажем. Вот мы зашли в школу. Здесь такой большой красивый холл. И хотим познакомить вас с куратором, преподавателем Лизат Закеновной. Она нам проведет экскурсию и ответит на самые важные для нас вопросы. Лиза Закеновна, расскажите нам, пожалуйста, еще раз, какого возраста поступают дети в школу и сколько учиться им нужно в школе ДОО? Здравствуйте еще раз. Школа ДООО принимает детей с двух лет и до 12 класса. Полных 12 классов они обучаются у нас. Хорошо. На каком языке идет образование? Образование у нас по пятый класс. У нас идет на двух языках. Турецкий основной, интенсивный английский. Также у них есть третий язык, французский. А уже после пятого класса на? На выбор. У них образование в основном переходит по английской системе Кембридж. Обучаются они на английском. Также надо учитывать, что есть предметы, которые мы должны соблюдать согласно решению Министерства образования Северной Кепры. Есть предметы, которые проходят на турецком языке. А так основные предметы на английском с 6 класса по 12 класс. Также есть на выбор у них три языка. Французский, немецкий и русский, как иностранный язык. Это наш главный корпус, где учатся дети дошкольного образования и начальные классы. Давайте пройдем сейчас. Сначала дошкольное образование. Школа новая. Школа новая, да. Но школа имеет корни. У нас 130 кампусов по Турции. Школа престижная. Вот, например, один из классов. Сейчас идет занятие. Каждый класс оснащен интерактивной доской. В каждом классе есть шкафчики именные. И в классе не более 20 человек. Ну, также классы все у нас стандартные. Это вот дошкольное образование. Здесь какого возраста? У нас в этом году уже с двух лет. Группа два года. Три годика, четыре. И вот пять лет это у нас как нолевой класс. Далее идет первый класс, шестого шести лет. Здесь у нас игровая площадка. Дети играют на переменах. Перемен у нас тоже разбиты по часам, чтобы во избежание столкновений. Каждый класс играет в свое время. Здесь у нас уже дети пять лет. Честно, зналевой класс. У нас идет урок английского языка. Дети уже с двух лет у нас учат английский, изучают английский язык. Скажется, преподавательский состав по национальности кто? У нас интернациональная школа. Также и учителя у нас интернациональный состав. Есть и местные турки-киприоты, и преподаватели из Турции с большим стажем. Скажите, система обучения здесь вот какая? Я, как ранее вам говорила, система обучения с шестого класса у нас идет по системе Кембридж. По системе Кембриджа. Эта школа аттестована какими министерствами образования, в каких странах? Во-первых, министерство образования Северного Кипра и плюс министерство образования Турции. Потому что школа Дуа, она аккредитована. Аттестат дети получают турецкий? Да, аттестат они получают именно колледж Дуа, который им обратно не надо аккредитировать в банкаре. Сколько в классе человек обучаете? Какие национальности детей? У нас, так как у нас школа интернациональная, у нас в школе дети разных национальностей, и турки, и турки-папиорты, и дети со стран СНГ, англичане у нас тоже учатся. Кабинет музыки. Наверху это красиво. Также есть кабинет Лего. Это ребенок выбирает любое направление на активити. Одно из них Лего, да? Нет, это уже обязательный предмет Лего. А, это обязательный предмет Лего? Да, это обязательный предмет Лего. Они учатся у нас в 8-м, у 4-м, у нас заняты, они не только погружены именно образованием, да, язык, математика, и еще есть вот такие у них инкарактерии. Это какой класс Лего? Также начальные классы и дошкольное образование. Очень интересно. Дальше вот кабинет шахматов. Это урок шахмата или это как размещение? Нет, это урок. Ого. Их обучают. Уже навыки, у них они уже... Ну, шахматы – это же древняя игра, поэтому, когда дети учат в шахматы... Это гимнастика для мозга. Да, да. Здесь у нас кабинет ИЗО. Ой, кабинет ИЗО. Рисователь. Общенные поделки. Не только вот рисование. Поделки. Понятно, начиная работа. Это малыши из-за... Ой, два годика. Вот сюда можно привезти ребенка. Такие маленькие классы по пять человек. Да, здесь можно ограничить. Прекрасно. Ну вот, когда отдаешь ребенка с двух лет, он же не спит, да? Нет, у нас до четырех лет дети спят. Спят? Да. Это как детский сад. Да. Обеденный. Это кабинет САЙНС. Это кабинет САЙНС, окружающий мир. И тут биология, в общем, много предметов. Но мы сейчас находимся непосредственно в школе младших классов до пятого. То есть это САЙНС до пятого класса, да? Мы сейчас смотрим. С шестого класса в том саду, в том саду, в том саду, в том саду. Вот мы сейчас находимся в корпусе для детей до пятого класса. Здесь мы к вам еще пролезаем экраны, к вам проектора. Мы собираемся в сопровождении. Здесь дети на младах сидят и размышляют, мечтают. Тоже это по программе. Именно по программе ДУА. Пожалуйста, расскажите, что в школе запрещено? Ну, это как бы правила общие. Мы тоже действуем согласно правилам и решениям Министерства образования. В школу запрещено именно в классе иметь айпады, телефоны, смартфоны. Их, конечно, дети с собой приносят, но оставляют у нас отдельный кабинет. После уроков они берут свои телефоны, принадлежности. В школу нельзя приносить ценные вещи, как бы украшения этого, избежание недоразумения, чтобы где-то не упали, не потерялись, не зацепились, не порвались. Еду с собой нельзя, помимо от фелсснэк. Газированные напитки нельзя. А краситься, красить ногти, волосы? Нельзя, это как бы тоже родители в этом плане тоже благодарят нас. Но это действительно, чтобы дисциплина чувствовалась, это нужно соблюдать. Нельзя красить девочкам ногти, макияж у нас не приветствуется. Пожалуйста, после школы хоть как, но в школе нужно носить именно школьную форму и соблюдать дисциплину. В общем, старших глазах с татуировками сюда не пустят. Да, не пустят. Вот мы зашли в актовый зал, пойдемте посмотрим. Вчера у нас была цельный фракса, день памяти доченька. Программа была как утренний. Дети читали сихотворение, смотрели документальный фильм. Мы заходим в магазин, где можно купить школьную форму. Дети читали сихотворение, Дети читали сихотворение. Еще вопрос такой, сколько стоит обучение в среднем и что входит в это обучение? Смотрите, до колледжа, по пятый класс, у нас годовая сумма за 2021-2022 учебный год была в размере примерно 24 тысячи. Лир. Лир, да. У нас фиксировано в лирах, после подписания, например, договора у нас уже цена не меняется. В эту стоимость входит само обучение и питание. Далее, по сервису, по школьной форме, по книжкам, это уже отдельно. Обучение в среднем колледже с шестого класса 2021-2022 год, у нас за год было 27 тысяч. Также туда входит образование и питание. У нас с января месяца есть акции, называется акции раннего, не бронирование, можно сказать, а как бы оформление, да, с заявки. Первый этап это январь-февраль, второй этап март-апрель, там, соответственно, уже цена меняется. Чем раньше, тем дешевле за следующий учебный год. Я поняла, а в старших классах обучения сколько стоит? 12-11 класс? Ну, вот, шестого класса уже колледж, считайте, да. Это была, например, цена, средняя цена за 2021-2022 учебный год 27 тысяч. Но, когда родители пользуются скидками раннего бронирования, тогда они уже оплачивают меньше. Колледж общая сумма 27, а начальной класса 26. А еще сколько в классе человек после пятого-шестого класса учится? Вот, с шестого класса у нас максимум мы придерживаемся стандартов не более 20-22 человек. Это еще до пандемии у нас такие стандарты были придерживаться. У каждого ребенка есть свой шкафчик именной, где они оставляют свои канцелярские товары, книжки и прочее. самое главное место. Сейчас мы пойдем сходим в столовую. Самое главное место в школе. Такая большая. завтрак обед в полдник. Включено у нас в столице обучения. Завтрак обед в полдник. Полдник перекус. Сейчас готовят к обеду уже. Кормят у вас хорошо. Злайда очень любит и хвалит. И шашлыки, и бургеры, и супчики. Вкусно готовят. У нас есть спутинженер, она постоянно проверяет качество еды. До того, как детям это раздает, она проверяет, смотрит, контроль качества. Кстати, вот наш один преподаватель из культуры Северного Кипра Мелис Дерин. Вот такой прекрасный спортзал, оборудованный и преподаватель чемпион Северного Кипра. А по какому виду спорта? Гимнастике. По гимнастике? Угу. Здорово. Катлетика. Вот мы пришли на территорию школы, на улицу. Это наш экосад, где дети непосредственно с природой, название Дуая это в переводе природа. Здесь у нас животные домашние есть. А здесь они на переменах время проводят? На переменах, на уроке экологии. тут у нас грядки, они занимаются именно еще по предметам, предмет экологии. Вот у них это для детей помладше познают животных. курицы, курицы, курицы. Ну хорошо. У нас есть дети, которые вообще не видели живые. Курицы. Ну да ладно. А так они вот здесь все находятся? на переменах. Определенное время, например, в определенное время, например, класс 9 играет здесь футбол спокойно. Дети в беседке сидят, читают книги, просто беседуют. У них тут сходка. Я знаю, Злата рассказывала, что да, у них на переменке они встречаются с разными классами, с русскими детьми, у них такие вот группки по интересам, они ждут с терпением перерыв, переменку, подышать свежим воздухом. Правильно. Мы всегда выходим на улицу, подышать свежим воздухом, не ходить на коридорах, мотивируем, чтобы они на улице. Для меня, конечно, то, что не задают домашнее задание, для меня это пока шок, я это прямо говорю. А вот что вы считаете и будет ли домашнее задание? Конечно, домашние задания будут, без этого никак, но домашние задания у нас выдают в виде проектов, рефератов, когда ребенок самостоятельно выполнил проект, либо реферат. В таком плане у нас есть домашнее задание, без этого никак. То есть первый четверг наверное еще жалели. первый четверг? Нет, мы не будем горши жалели, мы даем время на адаптацию, чтобы ребенок себя комфортно чувствовал. Там, где ребенок счастлив, у него будет желание учиться. Ну, как бы и кнутом, и пряником, но сначала пряником. Ну, да, у нас в России совсем по-другому, конечно, в Беларуси. Понятно, но мы вот наблюдаем, смотрим, все нас устраивает, только немного непривычные вот эти предметы и как означает, все по-другому, просто по-другому. Как я ранее говорила, вначале любому ребенку будет тяжело. Куда бы он ни пошел, в какую бы школу ни пошел, в частную, в государственную, во-первых, смена страны, смена друзей, смена вообще окружающего мира, как бы сама система школьная тоже другая. Конечно, нелегко, тяжело, но со временем вот... Ну, вот вы сказали, что по субботам у вас бесплатно проводятся курсы турецкого языка, да? Да. У нас есть дополнительные курсы, конечно, мы это согласовываем с руководством и с министерством, и когда нам дают разрешение, мы проводим бесплатные курсы для наших детей, именно, которые обучаются в колледже, также не только турецкий, английский и в дальнейшем география, ну, уже как-то по плану. Такие факультативы дополнительные, чтобы было полегче. Сейчас мы зашли уже в корпус, здесь учатся дети после пятого класса. Это самый корпус колледж? Это шестого класса? Да. Это считается колледж уже, да? Да, уже колледж, да. Здравствуйте. на птицу английскому. Это, сначала на обиде, церемония у нас была. Музыка. 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 на английском языке это кабинет activity тоже вот шахматы это необязательный предмет также есть кабинет рисования вот спортзал родители когда увидели даже в советское время хорошо спасибо вам большое наши вопросы нашим зрителям будет очень познавательно потому что последнее время очень много людей пишет русскоговорящих знаете какие школы есть на северном кейпере потому что это для всех актуально если родители могут позволить себе не работать или онлайн учиться то каждому ребенку конечно же надо учиться в школе надо в социуме расти и это самый главный вопрос который всех волнует мы были сегодня в школе ДО это турецкая частная школа и нам ответил на вопросы куратор этой школы подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите в комментариях ваши вопросы до новых встреч пока пока до свидания